Какова вероятность того, что одним утром спустившись к своей машине вы не станете потерпевшим? Этот вопрос интересует, если не каждого, то многих. Именно поэтому правоохранители у Водобресского облсполкома на очередном рейде напомнили водителям четырехколесного транспортного средства простые, но очень важные правила, как не стать жертвой угона автомобиля. В целях профилактики автоугонов были разработаны QR-коды, на котором есть ссылка. Наведя телефон, вы получаете ссылку и можете просмотреть видео профилактического характера. Полагаю, что любому автовладельцу, автолюбителю это будет полезно. Оставляя машину без присмотра возле магазинов или на неохраняемых стоянках, необходимо помнить, что за вашим транспортным средством может следить любитель легкой наживы, особенно если она популярной марки или новая. Но не стоит забывать, что самое безопасное – предусмотреть все возможные способы угона и исключить их заранее. С начала года на Брещене совершено 45 угонов автомобилей. Отмечу, что с каждым годом процент совершения подобных преступлений снижается. При этом данный факт не повод закрывать глаза на проблему. Мотивы правонарушителей бывают разные – от корыстных до развлекательных. Когда просто хочется прокататься на авто ввиду отсутствия личного, подталкивает на противоправный проступок и состояние алкогольного пенения у злоумышленников и криминальное прошлое. В некоторых случаях угон совершает несовершеннолетние. При этом, независимо от того, что подтолкнуло на такой шаг, ответственность для угонщиков предусмотрена по статье 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сегодня этот криминальный промысел, кража машин, не имеет такого размаха, как несколько десятков лет назад. Но, тем не менее, в оперативных сводках время от времени появляются сообщения о пропаже автомобилей со дворов, офисных парковок и даже со СТО. Существует такая проблема и совершаются угоны из автосервисов наших. Это человек оставляет ключи, свой автомобиль и рассчитывает на то, что он приедет и заберет свое транспортное средство. Но в это время неблагонадежно, назовем это так, работник фирмы проехался на его транспортном средстве и даже вернул его на прежнее место. Однако это уже квалифицируется как угон транспортного средства. Поэтому нам важно, чтобы работники организации, принимая, точнее руководители организации, принимая и набирая коллектив свой, очень большое внимание уделяли именно благонадежности своих работников. Потому что имущество они ремонтируют достаточно ценное и для человека, дорогое, дорогостоящее. СТО я пользуюсь услугами, но в основном я обслуживаю машину в Минске. Она приобретена была в Минске. И в Минске я на сервисе «Атлантами» ее обслуживаю. Это фирменный магазин по продаже автомобилей. Вы пользуетесь фирменными услугами? Да, только фирменными. Доверяете? Доверяю, потому что мне жалко автомобиль с автосалона. И так бесконтрольно я не могу его отдавать в гаражи, как у нас ремонтируется. А вы пользуетесь вообще услугами СТО? Ну да. Пользуетесь. Вы спокойно отдаете свое имущество работникам? Ну как бы переживаем немного, когда отдаем. Немного переживаете. Не было фактов таких, чтобы работник СТО воспользовался без вашего? Не, вроде бы не было еще. Не было, да? Хорошо. Сотрудники правоохранительных органов помимо общения с гражданами посетили одно из Брестских СТО. И узнали, как набирается персонал на работу, как проводится работа и где находятся ключи от автомобилей, когда обслуживается транспортное средство. Автомобиль хранится на территории, либо в боксе, но ключи несутся в административный корпус, в администрации. Все оно под наблюдением также, и никто без разрешения из работников не имеет права взять этот ключи, либо какие-то сообщения, которые принадлежат владельцу, либо какие-то вещи. У нас ведется все наблюдение, весь процесс работы с автомобилем, все фиксируется видеонаблюдением, все сохраняется больше двух-трех месяцев, вся информация. И все действия, которые происходили с автомобилем, можно в любой момент поднять и проверить, если у клиента есть какое-то сомнение, либо подозрение. Но за всю историю сшивания сервиса таких у нас прецедентов не было, и я уверен, что в дальнейшем и не будет.